Итак, друзья, приехала к нам машина на перезагрузку Вот такая Вольвочка Такие работы берем редко, на самом деле Наемные машины практически не берем Но парень попросил сильно Поэтому согласились, скажем так Вот такой вот автомобиль до ремонта показываю, какой он есть Будем перебирать ходовку Редуктора все проверять Как мы делаем обычно, всегда машины Показываю до ремонта Защит ничего нету Двигатель здесь стоит вообще офигеть Сейчас я открою Стоит Scania, представьте ТНВДшный, обычный Так Вообще Просто Смотрите, вырезали Видите? Как они сюда его впихнули, вообще не знаю, честно Мастера хорошие Я бы, честно говоря, не взялся Вот такой автомобиль До ремонта С таким зверем Будем его снимать, ставит Detroit Узаканивать и в путь Ну все, сейчас будем загонять и приступать к этой работе По салону По салону Туда у тебя обвесы обломаны все Так По салону Сцепление выжимаешь Педаль бьет аж вообще, смотрите Что-то наша нога трясется Что-то здесь Есть Хороший Тормозок, видите Не останавливает Нам лишь бы заехать Ну что, заезжаем, друзья Итак, друзья Разбираем зверь машину Вообще Чтобы радиатор вытащить Надо разобрать пол мотора Пол машины Пол машины Зверюга вообще Ну да Это Андрюха какой-то мотор с трактора какого-то, да? И вот Ха-ха-ха-ха Трактор Скания Зверя вообще – просто Тут если, допустим, взять, пацаны Спичку уронить вот так вот Он на землю не упадет Вот застрянет где-нибудь по-любому Тут вообще все Кстати Так же коллектор от рамы Сантиметр не знаю там С той стороны Восьмеркая –вообразная Вообще зверь Вот тут Если поменять фильтров От этого надо кабину снять кабину снимаешь фильтр кабину снял фильтра поменял смотрите что-то перетерлась до перетерлась а дыр кого так он на бургалом первых как дурак это моторка чем чем сравнить если сравнить допустим с чем-то то может быть и пир такой мотор конечно v-образная ты чего напоминаем мазовский мотор двоюродный брат маза только смотря кабина чудо был загнут и смотри что здесь то есть она видно тут не становилось видишь загнули покажет работа сейчас вытащим гадим еще вытаскиваем мотор у нас все готово сейчас будем с коробка вместе тащить кто-то поставил мотор до отсюда он реально чистый инженер друзья это бешеная переделка просто и она на заводе работать это то переделала очень тонкая работа очень и вот а вот 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Также ставим новые шайбы Две новые шайбы ставим Почему меняем шайбы тоже? У него здесь какая-то шайба Где она здесь была? Она сейчас пока ещё не сломана Но очень близка к этому Да, вот эта, видите, побитая Вот она, раз Еще где-то была она вторая Тоже такая же А где она? А вот она. Вот она. Видите, что с ней? Ну, короче, у меня много шайбы, шестер не в путь. А так крест на все устраивает. Так, уже показываем подшипник. Видите, раковина у него есть. Раз. Это средний редуктор должен быть. Обойма. Такая же история. Подшипник под замену. Собираем редуктор. Сняли подшипник, показывал, ставим подшипник Бугельный новый. USA. Тимкин. Сейчас будем ставить Бугельный подшипник новый. Весь с собой. Итак, показываем блокировку. Давай, смотри. Нашатай его вот так вот. Видите, на валу как гуляет. Видите? Разбитый шриц, поднимай. Раз. Здесь на кресте одинаковые острые. Первый принесся новый со склада. Разница шрицарства. Смотри, какая огромная просто. Сейчас показываем новый крест. Вот так. Смотрите, он уже, видите? Практически люфта нет. Все, с новым крестом будет работать. Сейчас мы этот стопор на кольцо поставим. И в путь. А где грибок? Возьмем. Грибок покажем. Чтобы у него есть вопросов нет по подшипнику. Вопросов нет. Ну, все. Так, друзья, показываем Вольву. Сборка ходовки. Смотрите, поменяли здесь. Кронштейн и АБС. Вот они его. Все пополомались. То есть это со второй стороны кусок. В общем, ну, так же поставили новые датчики АБС. Так, по валам все сделали. Короче, ступицы с этим. Сальники все новые поставили. Показываю. Сальники новые. Валы все сделали. И доктора перебрали. Поставили оба стороны. Покажу. Подожди, подожди. Тут такая же история. Поставили вот этот. Кронштейн АБС. Сальники новые. Все новые. Защиты. Все поставили. Все сделали. В общем, сборка продолжается. Показываем его накладки. Мы накладки не клепаем на этой машине. Видно. Они, видно, ставили когда-то их новыми. Причем недавно. Вместе с железкой имеют заводские клепки. Толщина. Стандарт. Барабаны здесь. Стандарт, как новые состояния. Поэтому мы здесь колодки не клепаем. На этой машине. Пружинки, да, все новое собираем. Все делаем. Но колодки мы оставляем его. Итак, друзья, показываем. Собралась ходовка. Смотрите. Накладки оставили. Задние барабаны стандартные. Как новые мы их оставили. Здесь тоже проблем нет по барабану. Колодки оставили, показывал. На среднее 7. Нам не понравились барабаны. Поставили новые. Накладки его. Пружинки поставили. Все новое. Так. Пружинки новые. Все сделали. Также и здесь. Все новое поставили. Барабан на Вьё. Сейчас с той стороны покажу. Перебирается ходовка. Приводим все в порядок. Также средняя ось. Тоже барабан новый. То есть, средняя ось уже... То есть, не машина уже собирается. Сейчас на колеса. И начнем передком заниматься. Так, друзья, сборка идет. Вольво, который на перезагрузку. Так, колодки оставили его. Они были, гляньте, они как новые. Наклепаны вместе железками. Барабан покажи, Юрец. Покажи. Забраковали барабан. Смотрите, как он в состоянии. Поверху он уже... Ремонт уже ремонта. Получается, R1 или R2. Но, я вижу, стенка тонкая. Я даже не мерил его. А самая основная причина, вот они. Сейчас ставим сюда новый барабан. И все, и будет работать все. Перещетку новую поставили. Убрали, как была. Покажи ее. Там подводящая, но она уже не работала. Вот она. Ну все, в общем. Сейчас мы эту сторону тоже раму вычищаем. И все. И путь. Левая сторона. Вольво, которая перезагрузка. Так, шкварь у нас не болтается. Да, Юрец? Да, шкварь не болтается. Все четко здесь. В принципе, мы... А ну, убирай барабан, покажем. В колодке, что это? Все собрали, все сделали. Новый барабан ставим сюда. Потому что его старый. К сожалению, болеет. Ну все, поехали. Так, друзья, показываем. Собирается двигатель. На Вольво. Собрали все. Блок промерен. Проверен весь полностью. Как показываю. Вкладыши оригинальные. Весь комплект. Вот так вот он идет. У нас оригинальный комплект. Видите, ЮЭС написано вот. Вот ЮЭС, Соединенные Штаты. А вот они шатунные. Там весь комплект. Вот он. Вот так он идет. Ну вот. Оригинальные вкладыши. Скажем, собираем. Сейчас покажу коленвал. Так, показываем коленвал. Так, показываем коленвал. Поленвал четкий. Все нормально. Нас все устраивает. Сборка продолжает. Почищу. Так, Андрюх, давай, крути колено. Показываю. Легко вообще крутится. Отлично. Ну все, сборка продолжается. Выставляем горы. Попали здесь. Треугольничек. Здесь треугольничек. Совпал. Да, все четко. Ну да, все. Сейчас все так же распредвальную поставим. Новую. Да, закручиваем. Показываю. Ноль. Ноль. Минус сотка. Минус сотка. Полсотки. Ноль. Ноль. Чуть подальше, поднимаю, да. Ноль. Не, нормально все. Сейчас я уже все пальцы промерил. Не буду все показывать. Поставим сальники. Ординальные. Это перед. Передний сальник. Это бумажка заднего. Вот он. Это задний поставили. Уже поставили его. Это задний сальник. Тоже. Юэс, видите. Так что. В общем, сборка двигателя продолжается. Зайдет сборка двигателя. Смотрите, пока гильзы просто бросил. Они у меня не... Ну, без резинок. Сейчас высоту проверяем, потому что блок нарезался. Гильзы ставим оригинал. Показывал, по-моему, да, уже. Вот они, коробочки все лежат. Так что, в общем, показываю высоту гильзы на пятом цилиндре. Где-то вот наше 7,5 соточек. Да? Да, где-то 7,5. Да. Это пятое. И так я сейчас все буду проверять. В общем, все... Если меня все устроит, буду собирать. Детроид собирается. На Вольву. Так, показываю. Гильзы ставим оригинал. Это все оригинальные гильзы. Обратите внимание. Кстати, хотел обратить внимание людей на вот резинки под... Ну, на гильзы, которые идут. Смотрите, как они выглядят. Вот на китайских гильзах привозили мне. Смотрели гильзы резиновые. Вообще, резинка выпирает вообще вот так вот, не знаю, ну, грубо говоря, от гильзы вот так выпирает. И ее туда просто к ней воткнешь. То есть, она стуга заходит. Оригинально. Смотрите, какого они цвета. Они мягкие, вот такие. Берешь их, они легко... Ну, видите, они мнутся. Вот они, легко. Поэтому лучше соберет, конечно, оригиналом. Ну, я так понимаю, у кого денег нет, то все ставят Китай. На Китай обращайте внимание на резинки, друзья мои. Резинки, они вот задирают. Когда вставляют мастера, уже случая таких очень много. Мне люди звонят после сборки. Получается, после сборки в дырочку сейчас покажу на этом, на блоке. Смотрите, вот они. Резиночки, видите? Дырки, специальные отверстия. Вот они, резинки, вот как заглушки. Когда берут, люди вставляют с китайской резинкой, он ее просто срезает, когда вставляет ее. И тогда, получается, попадает в эту дырку, течет антифриз. То есть, поняли, да? Когда резинку срезают, она не плотно держит, получается. Вот сюда вытекает антифриз. Люди мне звонят, говорят, Сергей, собрали поршневую, вот сюда течет антифриз. Снимайте, говорю, значит, у вас резинки, вы вроде бы продрали. Либо посадку в блоке там, ну, не восстановили в самом блоке, когда резинка заходит. Или, говорю, резинка китайская, она вот так торчит от блока. Вот так, грубо говоря, торчит она от блока. И она, конечно, будет ее срезать, она не срезает. Она именно кувалда забивает или нахрапом засовывает. Вот так течет. Вот причина основная. Сейчас участились просто звонки, поэтому я хочу сразу показать в этом ролике, из-за чего бывают такие проблемы. Мы с вами оригинал. Поехали, сейчас будем собирать. Также у нас, показываю, убери, Андрей, гильзу, убери. Также у нас, видите, блок нарезанный, вот кольца. Все уже промерял, все делал, все четко. Они все нарезаны абсолютно. Вот они, колечки, видите, кольцо свободно гуляет, углы у нас свободные. Видите, вот, у кольца свободно гуляет. Кольцо. Ну все, сейчас будем собирать их в путь. Так, друзья, показываю оригинальные вкладыши. Вот они у нас как идут, видите, U.S. В общем, вот так они идут. Вот они. Прокладки туда, насос масляный, ну все вот. Редакционный клапан. Ну и вкладыши. Вот они вот так оригинальные идут. Также вкладыши, кольца оригинальные тоже, видите, U.S. В общем, все будем, вот они, будем ставить. Сейчас сборка продолжается. Давайте я покажу, друзья, как выглядят кольца оригинальные, да, чтобы вы знали. Вот так они выглядят. Точечка, видите, она как ямочка получается. Не нарисованная, а именно ямочка, вот. Вот в этом месте. Обратите внимание. Прямо должно быть, как будто бы керном набито. Не нарисовано, а прям ямка, вот. Вот так и выглядят кольца. Вот еще должна быть у него, так вот одна еще должна быть инструкция. Вот такая вот для трой дизель. Вот это оригинал выглядит вот так, друзья, чтобы вы знали, как в коробке, что должно находиться в оригинальных вот этих 47-х кольцах. Собирается двигатель, показываю. Прокладка USA, оригинальная, вот такая вот инструкция. Такие люди спрашивали у меня затяжку, да? Прямо все написано нашей инструкции. Где она? Я даже ее не читаю на самом деле. Где это было? Вот, 298 Ньютон. Тянется головка. Вот такая вот прокладка, оригинальная. Сейчас будем ставить ее. Все, друзья, прокладку поставили, вырезаем вперед. Вот она, топ. Гильзы новые все, смотрите, что-то запрессовали. Сейчас будем ставить головку. на оригинальную гильзу. Смотрите, какой он. Ну, грубый такой, обратите внимание. Смотрите, ставим головку. Показывается, она без трещин. Без ничего. Все четко. Головка обрисована. Сейчас будем протирать все. И ставить на место. Ну, все. Итак, друзья, поставили головку, покрасили блок, покрасили в очень нежный цвет. Называется цвет зеленый, перемешанный с белым. Вот такой цвет у нас помешали, получился. Видите, какой он красивый. Вообще нежный, классный. Двигатель уже становится красивым. Сейчас будем все остальное собирать, и будет мотор на красную Вольво. Цвет, знаете, почему такой нежный сделали? Потому что красная Вольво тоже нежная машина. Какая машина, такой двигатель. Лишь бы работал. Ну, все, поехали. Друзья, смотрите, собрался двигатель. Потихоньку собирается красиво. Поставили сюда. Мы что? Так, помпа у нас контрактная. Так, теплообменник тоже с контрактного мотора. коллектор выхлопной поставили уже. Компрессор показываю. Будем ставить капиталин, и вот он. Компрессор полностью сделанный. В общем, компрессор весь будет капиталин абсолютно у нас. Остается все новое, внутри все расточено. Все сделано. Так. В общем, собирается красавец мотор. А ну, Андрюх, крутней в компрессор, Я с вами. Подожди. Зверюга, да? Качает? Качает. А ну-ка. Ну, что? О! Зверь вообще. Там чувствуется. Сейчас, друзья, смотрите, ставится, в общем, на двигатель у нас капиталин паразитка, полностью сделана вся. Вся сделана. В общем, с капиталки тоже паразитку будем ставить сюда. Так, друзья, показываем вкладыши. Вкладыши распродвала, мотор собирается. Показываем, ставим оригинал. Тут и говорить нечего надо, все и так видно, да? Вот так они оригинальные вкладыши, Detroit, дизель, дизель, на этот двигатель, на Volvo. Это с мотора Scania вытащили сцепление. Показываю, чтобы Клент видел что-то его сцепление. Смотрите, как гуляет на пружинках. Сцепление здесь нету. Второй здесь тоже самое, видите, пружинки. Так же вывалился у нас здесь подшипник, переделка какая-то здесь была. Ну, в общем. Итак, друзья, ставим сцепление на Volvo. Бушное, но состояние как нового. Смотрите, так как толщина. Ставим на Volvo, на красную, на перезагрузку, которая приехала. Пружины, видите, усиленные, пружина в пружине. В общем, ставим это сцепление сюда. Состояние офигенное, ничего не болтается, пружинки не болтаются. Ставим вот на этот двигатель. За двигатель у нас собрался. Показываю, как практически перед установкой по мелочи осталось шланг поставить. Ну, в общем, это мелочь. Поставили сцепление. Наша. Стартер поставили тоже свой, потому что у него стоит вообще какой-то непонятный. Сейчас я покажу. Проверили стартер, что тоже поставили. Вот он, его стартер. Какой-то хитрый, непонятный. Обычно мы стартера ставим с каменцев, да, когда меняем на Detroit, на Volvo. С каменцев подходят, но здесь, видите, двигатель скания, поэтому стартер пришел ставить свой. Ну что, двигатель скоро будем ставить и в путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У нас небольшое ЧП с Вольвой. Короче, смотрите, траверса стоит, оказывается, когда переделывали на двигатель скания, короче, траверсы они развернули. Нам надо сейчас ее обратно сделать, как будто бы она с каменцем работала. То есть, они когда поставили вместо каменца сканию, они развернули траверсы, как на Д12 когда ставишь. А нам надо обратно поставить. Это сейчас мы обратно разворачиваем. То есть, Андрюха, мы переделку переделываем обратно, да, переделываем переделку. Так что, такие дела, друзья. Друзья, ставим двигатель. Правильно, что перевернули? Все сделали. Ну, его вот так перевернули сейчас. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пау. Друзья, субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok все четко все пар двигатель стал четко на свои места вот по таким уклоном кстати стоит чуть-чуть как бы вниз он из завода так должен стоять мотор никогда ровно не ставят друзья никогда это должны мотору стоять вниз задняя часть чисто по заводу как если сделать вот не просверлили вот они четыре болта четко попали все так же за показываем седло для клиента показом что будем его менять из-за чего видите место тут все сгнило обратите внимание эти трещины это посадка седла 1 с этой стороны с этой стороны вообще фольга смотреть видеть просто дыры поэтому это седло будем полностью мы менять будем ставить другое вообще честно просто схавала его насквозь с этой стороны вообще вот на трещина все долго под замену за показываем коробку тренажку на volvo так показывать что тут глобальных проблем с коробкой нету так показываю все шестерни целый муфты входа вопросов нету так так что здесь и вроде все нормально из делители шестерни целенький если что на так мне нравится что неправильно обратить внимание я сейчас расскажу вот он тормозок видите он здесь стоял видим крутится отдельно а он должен вот здесь усик видите он обломанный вот она и со второй стороны тоже вот они вдруг выйдет и вот он должен здесь и здесь он уже чуть-чуть выпирать он должен одеваться вот на вот этот первичный вал и должен останавливать когда выжимаешь сцепление он выжимаем прижимает его и останавливает коробку всю коробка не крутится чтобы включить грубо говоря вот эту вилку а он не останавливал получается они останавливали вот этой муфта и всю коробку вот эти вот давайте расскажу вот эти тормозки которые работают как навес видите у него он работает вот ведь как навесе то есть вот так он вот так открывается вот так вот этом на весье вот так он открывается не бедите эти одно это тормозки элинойс у него фирма по моему если не ошибаюсь но не работают они вообще вот эти усики они сырые и он срывает его 2-3 месяца срывает будем ставить туда оригинальный и танковский тормозок тоже поменяем все и все будет остановиться будет работать так что вот такие здесь дела и так парни еще обнаружила одну вещь как тяжело переделку переделывать обратно обратили внимание место под подшипника не видно протачивали вот принесли наш под первичный который родной его смотри насколько он больше даже вот так вот не знаю видно нет видно что этот больше вот подшипник который у них стоял на скане моторе вот он легко одевается досмотреть здесь дофига надо вообще сейчас думаем что делать вариантов два либо находим подшипник наружу как там внутренне как вот этот меня его придется менять первичный вал сейчас мы скоро проверим здесь сальник целыми потому что коробка как будто бы тут мокрая все проверим сальник на переднем перей на коробке и будем искать подшипник такой не обратили сразу внимание видите ну ладно идем дальше меняем короче первичный вал ставим другой вот он его который проточенный маленький раз будем ставить другой первичный вал благо обратили на это внимание и также тормозок поменяется все сделается показано поставили новые подушки клиент видел на ругайку тоже контргайм потому что бывает откручиваются эти подушки все на резьбовой клей все на клею стоит все сцепление поменяли все сделали все работает с коробом ставить коробку и в путь не собирается двигатель на volvo показываю ставим проверены перебраны топливный насос полностью сделано сальник поменены чтоб солярку не чернила все сделано сейчас будем его ставить на эту машину также кстати новую ставим нового это ну в промежутке между насосом этим сейчас покажу показываю сами в новый как назвать ромашка да как цветочек он ставится вот сюда и через компрессор воспроизводится то есть на компрессоре тоже три вот такие штучки и все это будут так вот работать вот составят а компрессорные 3 и он будет работать уйдите его через эту ромашку скажем так как цветочек все работа продолжается смотрите собираем вылево смотрите так что у нас сейчас данный момент подключаю проводку для запуска мотора висит это сумма тащить кабину также показа помню тормозок я показываю вот это плохой тормозок который как на вес работает видите у него она доставила такой вот не ставим сюда и вот такой стоит именно оригина есть такие китайские надо стать такой оригинал тогда он вот эти болты видите они есть как направляющие кокосики то есть он так одевается и держит за счет болтов ну все сейчас будем ставить его сюда ситуация какая решили короче мы завести этот двигатель не подключая к машине его машины и провода вот они все я решил завести его диагностика диагностика у меня подключена есть такая специальная ну уже схема была очень сделал я себе машину можно было заводить как на стенде грубо говоря педаль газа у нас вот она все работает газулька проверил раз мы подаем сюда солярку так сложности какие в этой машине сейчас покажу и так показываем друзья очень переделывали переделку чё я могу сказать очень сложную работу на самом деле скаминцы уже как-то привыкли делать а с этого ну скажем сложности были ролики есть так поставим новый вращительный бачок потому что вращительный бачок был какой-то там камаза всегда давит у него да 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 квадратный не место на на сканию поставили они в общем обратно все переделываем друзья сейчас будем запускать с канистры с диагностикой проверим нашу сборку мотора как он работает а потом уже лекарь придет быть соединять машин мотор с машиной сейчас мы запускать поехали давай пробуем запускаем первый запуск стартер у нас импровизированы чуть казани все 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 запустила все все запуске так смотрим давление дети так давление четыре очка куда держи ноутбук нет нормально какой это четыре атмосферы наших это по их получается где-то ну получается да тут почти 60 давление 60 а поэтому подсеркнули а а а а а а а а Нормально отчет серых оказывает и газует Там есть давление Форсунки работают четко Оно чуть газа не дави Чуть газа не чуть-чуть Даже турбина надувает А давление на стол Давление на стол 3,3 атмосферы Так, друзья Ну все Такой первый там работа кончен Мотор завели с канистры Столько стояло, работало Ну село не так много Что я могу сказать Все, мотор завели Все сделали, осталась мелочевка Пускай клиент видит, что на машине сделано, что нет А то парень переживает Покажи видео, покажи видео Понятное дело, что хочется видеть Я их прекрасно понимаю Также у нас Сложности в этой машине, что были Переделку переделывали, это очень сложно, друзья Лучше сразу давайте поставим то, что надо А то скамятся на сканию Со скании Со скании получается Опять детроид американский Тут даже видите, педаль газа у него Сейчас для сравнения Будем тоже менять Тот же тросик был Видите, газулька какая у него здесь Тросиком тянул получается Сварена самоделка Вот это все надо выкидывать Ставить обратно, все штатное В общем, проблемы здесь Создало Давай, Давид, заведи Человеку покажем, как заводится Уже он чуть прогрелся у нас Сейчас я кину Нет, сейчас я кину У нас питание на мозги Так как где у нас провод Сейчас я покажу Он уже прогрелся чуть-чуть Хотя Так Подожди, сейчас я Мозги не прошиты 400 сил Будем прошивать Смотрите Масло 33 Охлаждайка 41 Солярка 23 Так Давай, заводи А ну чуть газальнее давление Посмотрим Подержи, подержи На оборотах где-то На оборотах подержи Еще чуть-чуть Вот так, держи Все Так же надув курбиной А ну казани Курбина надувает Вот курбина, смотри Казани Вот так резко Казани Все, друзья Все работает Все устраивает Все работает Мотор работает Нормально, друзья Пока Все устраивает Все работает Руль крутится Все четко Ну что, ждем электрика Глуши Провод снимай Ну все, друзья Вот такая законченная работа Пока первый этап Закончился Пускай клиент смотрит Что сделано Не сделано Тут еще осталось Смотрите По капоту Есть вопросы Куча По малярке Здесь все будет сниматься Бампер новый Обвесы будут новые Также По электрике Электрик придет у нас Вот это все подключит В принципе так-то все Машина даже Воздух накачана У нас все Подушки подняты Даже скинуло? Да Так что Все Вот такой объем работы Клиент пускай смотрит Все, друзья Всем пока Не болеть самое главное Мирного неба над головой Остальное все Мелочи Жизни А клиент пускай смотрит Что сделано Вот такой объем работы Всем пока